Всем привет! Сегодня покажу 5 лучших переулков Москвы. Смотрите до конца. Пройдем от Тверской до Большой Никитской. Покажу вам первый небоскреб Москвы. Увидите район, который издавна привлекал состоятельных граждан и творческую интеллигенцию. По этим переулкам гуляли Пушкин, Чехов, Шаляпин, Грибоедов, Станиславский. Погнали! Я уже нахожусь в Большом Гнезняковском переулке. И это первый небоскреб Москвы. Архитектором этого здания был немецкий архитектор Нерзнея Эрнст Рихард. На первом этаже сейчас здесь театр ГИТИС, а на верхних квартиры. На крыше этого здания когда-то размещался кинотеатр. На верхние этажи это все были квартиры. Сейчас, кстати, там тоже квартиры. Вот и вывеска ГИТИС. Вообще же в 18 веке на этой улице жили мастера литейного дела. Позже уже здесь строятся доходные дома и особняки купцов. Я тут заглянул, сколько стоит квартира в этом районе. Именно в доме Нерзнея двушка 58 квадратов стоит 37,5 миллионов. Однушка в этом районе стоит от 25 миллионов. Насыщенная сегодня будет прогулка. Обойду все улицы. Сейчас сверну на Малый Гнезняковский переулок и пойдем уже по нему. Прямо идет большой. Я уйду налево. Давайте еще раз покажу первую многоэтажку, высотку Москвы. Вот так она с торца выглядит. Смотрите какие узенькие окошечки. Обычно, когда приезжают туристы в Москву, куда они идут? Красная площадь и в той стороне гуляют. А нужно походить по переулкам. Здесь очень много интересного. Смотрите какие дома. Шикарные. Район достаточно здесь такой дорогой. Как вы поняли уже и стоимости квартир. Приводят улицы уже в порядок. Чистота, красота. Смотрите какие лица интересные. Лепнина. Так, а это, по-моему, особняк Спиридонова сейчас будет. Да. Скорее всего это он. Сейчас сверну налево. Давайте отсюда покажу его. Красивый такой. В голубом цвете интересно смотрится. Такие вазоны. Да, я пойду сюда. По-малому. Да, это особняк Спиридонова. Построили его в 19 веке. Интересно смотрится здание в голубом цвете. Даже лучше, чем в белом. Такой сразу, знаете, богатый вид придает зданию. Это попроще какой-то, видите, кирпич. На улице народу мало, потому что сегодня суббота. Хотя под Тверской, слышите, шум какой. На улице народу мало, потому что сегодня суббота. Этого не скажешь. Но она всегда шумная. А, извините, ребят, вот ошибся. Вот этот дом, особняк Спиридонова. Вот его построили в 19 веке. То голубое здание, не знаю, что за здание. Поэтому, если кто-то в курсе, напишите в комментариях. Спиридонов купил вот этот дом и сдавал его под охотничий клуб. Позже он его перестраивает для жилья. Ну и после революции в нем уже размещается детский приют. Потом, по-моему, издательство и школа. А сейчас в нем находится культурно-выставочный центр. И мне еще нужен дом 12. Это, наверное, вот по этой, по правой стороне дорогу надо перейти. Отметочки себе сделал по номерам, чтобы ничего не пропустить. Да, вот он, 12-й дом. Это доходный дом купца Владимира Пегова. Длинный такой дом. Построили в 1830 году. А после Пегова уже этот дом принадлежал его сыновьям. Нашел еще интересную историю. У самого Пегова, как я сказал, уже было два сына. И один из них состоял в клубе червоных валетов. Это было преступное сообщество. Оно занималось подлогом документов, убийств. И преимущественно общество состояло из состоятельных лиц. Хотел пройти через эту арку. Она закрыта. Придется выходить на Тверскую. А, ну и, в общем, это сообщество было задержано, поймано, да, ликвидировано. И всего там было 45 членов банды, назовем ее так. И 26 из них получили сроки там от трех месяцев до трех лет. А 19 человек было оправдано. Тверская, конечно, шумная. Надо сворачивать на переулке. Но улица шикарная. Красивые домики. Сегодня какой-то прям банный день. Видите, все моют, чистят фасады зданий. Вот с этой стороны фасад здания. Сейчас вовнутрь зайду и расскажу. В общем, это была гостиница была раньше. Называлась она Мадрид. В конце 19 века этот дом, тут полностью дом был вот отсюда. с Леонтьевской 26. Вот это все соединялось. И это здание принижало банкиру Полякову. В общем, он в этих зданиях разместил гостиницу. Лувр и Мадрид. Ход в Лувр был со стороны Тверской вместо вот этого здания. А вот это здание, это остатки гостиницы Мадрид. Это были достаточно такие дорогие гостиницы. Лувр, соответственно, был дороже, а Мадрид попроще. Но в любом случае они были дорогие. И здесь в основном проживали деятели культуры, артисты. Если вы читали роман «Весь мир театр» Акунина, то действия происходили вот в этом здании в Мадриде. Вот интересно, почему здание Лувр снесли. Хотя я знаю, что на той стороне Тверской есть здание Савинской подворья. Вот оно избежало участия этой. Когда нужно было расширять Тверскую, то здание просто как бы во двор. Убрали во двор. Перетащили. По-моему, там на 4 метра его. И что интересно, не знаю, правда или неправда, это делали ночью, что жители проснулись, и уже как бы в глубине двора у них дом находится. Насколько это верно, не знаю. Но такую информацию нашел еще. А вот этот 24-й дом, Леонтьевский переулок, это доходный дом купца Катык 1899 года постройки. А знаете, кто в этом доме проживал? Здесь жил Федор Шаляпин, Рахманинов, Антон Чехов. И это было последнее место жительства Чехова. Позже он отсюда уезжает в Германию, где и умирает. Так, мне нужен теперь Леонтьевский переулок 23. 23-й, наверное, это вот этот. Да, надо дойти до угла дома, посмотреть. Здесь я нахожусь второй раз. Выписал просто, говорю себе, дома, чтобы ничего не пропустить. Да, вот он, 23-й дом. Вот этот весь. Это дом Притча. Ну, проще говоря, это церковный дом. Его построили для постоянного проживания священников в 19-м веке. А еще раньше, в 1625 году, внутри двора стояла Никольская деревянная церковь. В 1629 году вместо нее построили уже каменную церковь. И в 18-м веке ее тоже сносят и строят новую. А уже в 1930-м и ее тоже снесли. А в самом вот этом церковном доме открыли школу. Я прикреплю фотографию, как церковь выглядела в 1881 году. Друзья, поддержите лайком и обязательно комментарий напишите. Так, 21-й один. Да, зря я сюда перешел. Вот это здание. Приходится переходить дорогу туда-сюда. Так, и сзади меня, получается, еще одно здание. Тоже про него надо рассказать. Давайте начнем с этого. Это доходный дом дворянина Лутковского. Построили его в 19-м веке. Шикарные домики, реально шикарные. Эту усадьбу построили в начале 19-го века. Принадлежала она дворянину Зандену. И, по-моему, здесь было раньше консульство. Возможно, я ошибаюсь. А вот та усадьба принижала жене купца Заборова, Ирине Заборовой. И она сейчас за Забором. И впереди нас ждет с вами азербайджанское посольство. А когда-то это был доходный дом с магазином Luxor. Название Luxor прям такое люксовое какое-то. Построили ее в 1806 году. Дом также неоднократно перестраивался. Средняя школа имени Копцовых. Так, здесь в марте-июне 1917 года помещались в московский имитент РСДРП. Редакция большевистской газеты «Социал-демокрафт». Ну, вот оно, посольство Азербайджана. И рядом с ним такой небольшой скверик. И с той стороны памятник Муслиму Магомаеву. Мы к нему вернемся, сейчас пройдем прямо. Потом все равно возвращаться по той улице покажу вам его. Тут одни переулки. Налево идет переулок Елисеевский. Ну, я же иду прямо. Приезжал сюда в будний день. Здесь все заставлено машинами было. Шум, гам. Народу тьма. Потому что здесь много офисных помещений. Ну и, соответственно, жилые дома еще. Поэтому приехал сюда в субботу, чтобы было поспокойней. Так, и вот нас интересует вот этот дом. Под номером 12. Это доходный дом Олениной. Его построили в 1874 году. А уже в 1910 надстроили верхний этаж. В 1882 году в этом доме останавливался известный путешественник Миклуха Маклай. И еще интересен вот тот десятый дом. Это у нас, по-моему, посольство. Да, это посольство. Сам дом построили в 1883 году. Это была усадьба городская Каратаевой. Прикреплю сюда фотографию, потом посмотрите, как дом выглядел в 1892 году. А вообще, раньше это был большой один участок вот этого дома и вот того, который до этого мы с вами прошли. И принадлежал он генералу Леонтьеву. На нем стояли деревянные дома, усадьбы, которые сгорели в 1812 году. Ну а сам переулок назван как раз-таки в честь этого генерала. Также прикреплю фотографию, как улица в 1912 году выглядела. Так, и мне нужен теперь дом номер 6. Вот он, наверное, следующий. Это дом музей Станиславского. Да, точно, он есть. Станиславский жил здесь с 1921 по 1938 год. А вообще, это палаты 17 века. Табличку покажу вам. На самом деле здесь и с левой стороны, и с правой стороны, это все доходные дома. И у каждого дома есть своя история. Конечно же, я про все дома рассказывать не буду. Тут времени не хватит ни на что. Но вот выбрал такие самые основные, на мой взгляд, интересные. Поэтому их и покажу. На них и остановлюсь. Вот видите, дом музей Станиславского. Табличка. И давайте вот сразу про этот четвертый дом. Это Леонтьевский переулок, дом 4. Это главный дом городской усадьбы князей Мещерских. Интересная липнина. В 1812 году эта усадьба сгорела. И уже в 1823 этот участок приобрел капитан Волков и восстановил этот дом. А после революции здесь был музей, потом редакция газеты. Сегодня, по-моему, здесь посольство Греции. Да, табличка греческое посольство. Вот, и дошли мы с вами до... Как их назвать-то даже? Вообще, это музей кустарных изделий. Дорогу перейду. Сейчас покажу вам с этой стороны. Это такие маленькие дворцы в древнерусском стиле, наверное. Вообще, это типография Мамонтова. Вот то красное здание. К нему тоже сейчас подойду. А перед красным этим зданием, вот это, это такие вот, говорю, похожие дворцы в древнерусском стиле. А вообще, здесь был магазин игрушек. Здесь же их производили и продавали. Также прикреплю фотографию 1913 года. Ну вот, само вот это красное здание, это и есть типография Мамонтова. Ее тоже построили в 19 веке, в конце, в таком русском стиле. Здесь ее выпускались уже книги, в том числе и детские. Посмотрите, какой орнамент интересный. Наверху такие, как башенки. А полностью вот так комплекс смотрится интересно, конечно. Так что будете в Москве, приезжайте сюда, погуляйте. Очень интересно здесь. Есть на что посмотреть. И по факту я уже подхожу на... Выхожу, вернее, на Большую Никитскую. Сейчас свернем с вами налево и пойдем к Вознесенскому переулку. Ага, хотел показать вам вот этот домик, который закрыт на реставрацию. Вообще, это была городская усадьба, усадьба Позняковых-Юсуповых. Изначально дом был двухэтажным. Его построили в 18 веке. А после 1917 года здесь был настроен пятый этаж. Пятый этаж, его видно было бы как раз таки с Большой Никитской. Особо не покажу вам. Все закрыто. Ладно, так тогда буду рассказывать. В период 1810-1817 в этом доме находился самый известный театр Москвы. Театр Познякова. И все вы, наверное, слышали про сундуковские бани. Так вот, режиссером в этом театре был Сила Сундунов. Что еще про это здание? А, в 1812 году, когда французы зашли в Москву, здесь бывал Наполеон. И в этом театре 11 раз выступала французская труппа Бортсей. По-моему, Бортсей или Бюрсей. Все, ребят, это у нас уже Большая Никитская. И идут к Вознесенскому переулку. Смотрю, самокат уже запустили. На улице, видите, все чисто, убрали уже. Чистота, красота. Одно наслаждение здесь гулять, конечно, по таким улицам старинным. По левую и по правую сторону, это все дома доходные. Единственный минус центра, это вот мало зелени. Видите, все в домах. Домики, домики. Очень мало парков. Самый большой, наверное, парк здесь, ближайший, это Александровский сад. Да, наверное, все, больше здесь такого ничего зеленого нет. Зеленой зоны. Не знаю, не хотел бы я жить в центре. Конечно, это престижно, дорого. Но, мне кажется, здесь вообще неуютно. В плане вот шум постоянный, машины вот такие ездят. Особенно со стороны Тверской. Такой шум стоит. Точно жить не захочешь там. Вот такие переулочки, видите? С правой стороны тоже какая-то реставрация идет. Здание. Это уже Вознесенский переулок. И церквушка называется Малое Вознесение. Сама вот эта церковь впервые была упомянута где-то в 1548 году. А уже с 1830 года она именуется как Малое Вознесение. Кстати, когда-то, если пойти вот по Большой Никитской в ту сторону до конца, ну, к Маховой, в 16 веке стоял Никитский монастырь. Ну, а вместо него теперь уже электропостанция, по-моему. Метрополитена. Такое интересное все видел, смотрите. Ну, а напротив церкви вот эта. Это церковный домик. Еще одна шикарная улица с красивыми домами. Вот такая Москва мне нравится. Вот, и с правой стороны у нас усадьба Голицына. За забором. Ее построили в 1830 году. Не особо видно, наверное, на Одессе. Фонтан, смотрю, впереди. Он у них перед зданием стоит. Представляете, какая летом здесь красота. Вот сейчас иду с правой стороны, видите, сухое все. А летом здесь очень красиво. Прям колоритный райончик. Вот взгляните сюда, на эту башню средневековую. Это ангельская церковь. Проще говоря, английская церковь. Давайте сейчас туда зайду. Поближе. Ну и пока далеко не ушли. Вот это впереди здание. Это дом капеллана церкви. А капеллан, насколько я понимаю, это военный священник. Вот это его дом. Ну а теперь к церкви. Она построена в псевдоготическом стиле. В 1884 году. Реально похоже прямо на вот эту башенку. На средневековый замок какой-то. Реально не умер, Herr. Реально не умерет и внуки. Реально не умерет. Реально не умерет. Немок пепеллана. Немок пепеллана. У нас щелень от Рауна. Она будет умерет. В самой церкви я уже был, записал, как она выглядит внутри. Субтитры создавал DimaTorzok Как вам убранство церкви? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По-моему, это единственная церковь, реально похожа на средневековый замок Зная у нас в России, по-моему, город Выборг, там стоит единственная средневековая крепость, замок Как бы на острове таком Так, и нас теперь интересует дом номер 10 Вот он, 10-й дом на этой стороне Это доходный дом князя Волконского Его построили в 1913 году Позже его использовали под квартиры, а здесь сейчас вроде как какие-то коммерческие помещения Так вот, говорю, приходится бегать туда-сюда Да, вот он еще, Вознесенский переулок 9, строение 4 А это особняк Вяземского Его построили в 1820 году А уже в 1824-м Грибоедов здесь читает горе от ума В этом доме бывал Пушкин, так как он дружил с Вяземским И впереди у нас сквер Муслима Магомаева Небольшой скверик Но в любом случае можно посидеть здесь, отдохнуть Жителям домов окрестных, я думаю, тоже нормально И посмотрите вот на этот рыжий дом Это усадьба княгини Засекиной Его построили в 1790 году Предполагаю, что в нем размещалась масонская ложа Табличек нет никаких Наверное, тоже коммерческие помещения сейчас Поливалка шумная Поливалка шумная, надо ее пройти по-быстрому Друзья, я уже в Брюссов переулке Дом номер 12 Это дом артистов Внизу, видите, на первых этажах Таблички, кто здесь проживал Пойдемте прочитаем Его построили в 1928 году Софья Владимировна Геоцинтова Василий Тихомиров Берсеньев Ну и ряд других И тут не один дом такой Артистов Есть еще дом Артистов МХАТ Потом дом артистов Большого театра Все это будет у нас там дальше Чуть ниже Как-то я здесь еду Неудобно Так и 17 дом Это как раз таки вот он Белый дом впереди По правую руку Это жилой дом артистов МХАТ С левой стороны сквер небольшой Что там есть? Детские площадки Скамейки, качели Деревья Больше такого вроде ничего интересного Здесь тоже видите Табличка памятная Кто проживал Табличка памятная В Hassет Эрю Табличка памятная Верну Вhovê Стреля Паран Паран Табличка памятная Это Табличка памятная Этот Паран Стреля Паран 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 и это уже воскресенская церковь думал показать вам надо ее с той стороны сейчас дорогу перейду и как раз покажу это я прямо иду с ней к ней в упор особо не разглядишь впереди еще дом номер 7 там дом артистов большого театра как я и сказал так и памятник у нас растроповича мстислав растропович на вот так выглядит воскресенская церковь а вот это и есть дом артистов большого театра также имеется видите памятные таблички максакова обухова кутуза катульская брюсов переулок дом номер 7 кажется окошки такие маленькие но наверное потолки здесь высокие метр два с половиной три точно хотя с виду так и не скажешь академик федоровский голованов алексей ермолаев я к сожалению таких не знаю вот здесь какое-то здание видите снесли сейчас что-то встроят построить какую-нибудь высотку хотя я думаю здесь наверное запрещено высотное здание строить максимум может быть 5-6 этажей не знаю а вот сейчас посмотрим что тут вас возводят клубный дом брюсов 6 этажей 7 этажей идеальная локация локация с точки зрения проживания в центре до идеальная но с точки зрения быта мне кажется не очень как правило в центре мало магазинов оживленный трафик много машин людей такое больше подходит наверное для офиса офисного здания и впереди вот это белая ведь уже появился с правой стороны это палаты арасланова 17 век я тоже был в востоке 17 век шел и случайно увидел посмотрите как они выглядят интересно вот каменные палаты закрыто даже интересно что здесь сейчас везде решетки заборы пройти невозможно сейчас взглянем с этой стороны кондиционеры что же офисные здания какие-то здесь но не здания помещения но вот так выглядит 17 век интересно слушайте а что это за ставка таковите как вот кто знает ребят напишите что это за вставка а и с этой стороны тоже может какие-то окошки были раньше вот как там просто заложили чуть не похоже на окошки в общем здание закрыто попасть туда невозможно на предполагаю что он либо музей таблички нет никакой либо просто какие-то офисы а а а а а а а а а это уже газетный переулок с правой стороны доходные дома с левой тоже единственный минус единственный минус фасад видите весть весь в этих кондиционерах конечно портят внешний вид вот эти голубые дома газетный переулок 35 тоже доходный дом в 1905 году здесь размещалась газета газета называлась вперед и на верхних этажах по-прежнему квартира насколько я знаю смотрите она прям реально огромная во первых длинная и пять этажей но нас с вами интересует вон там в конце два флигеля там же есть усадьба очень шумно здесь ремонт идет хотел показать вот эти два флигеля вот он газетный переулок 9 первое здание и второй вот тот с правой стороны от него вот эти два здания их сдавали в аренду а сами же они относятся главной усадьбе она в глубине двора вот то красноватое здание 1730 года постройки это главная усадьба яньковых это успенская церковь прикреплю фотографии 1913 года сравните и впереди тверская есть прям какой-то полномасштабный ремонт идет а ремонтирую здание телеграфа сейчас мы с той стороны обойдем но она правда завешено будет опять же но покажу вам с той стороны все будет видно мне нравится вот этот фасад смотрите прям очень интересный не скажешь что это даже церковь город оживает я пришел сюда наверное где-то в половину десятого был еще тихо сейчас прям шум такой машин еще больше стало люди проснулись суета да справа страница здание телеграфа наверное с той стороны тоже будет все это завешено вот этими сетками ничего с вами не увидим посмотрим никитский переулок да с этой стороны видите тоже все завешено поэтому не покажу вам здание центрального телеграфа на тверской не стал снимать очень шумно кстати у меня есть фотография тоже прикреплю как тверская выглядела в 1901 году а вот это с левой стороны по-моему это здание театра Ермоловой но могу ошибаться но не должен и табличек нет никакой посмотреть здесь уже видите такая сквозная дорога проезжая машин больше стало соответственно шума тоже но и на этой ручке тоже есть что посмотреть она уже такая более короткая поэтому пройдем ее очень быстро 4 а дома мне нужен дом 4 строения 1 на этом он по с левой стороны или вот этот дом 4 1 да вот он вот это дом 4 1 1899 год это дом пасняковый доходный дом ох ты сколько здесь на некоторых смотрите госномера а нет на все госномера есть это что новые правила какие-то не видел такого раньше не обращал внимания может сейчас стоят номера на них видимо видимо какие-то новые требования вышли самокатчиком велосипедистом может это только для аренд вот по левую сторону вот по левую сторону вот это все это уже здание от 1800 года постройки у них располагаются у них располагаются и располагались тоже раньше университет он принято как относился к университету ломоносова сейчас перейдем на эту сторону хочу во двор подойти показать а вот видите там даже написано российская академия наук институт европы это конечная точка нашего путешествия с вас как всегда лайки подписка на канал кто еще не подписан отдельное спасибо кто поддерживает канал финансово все ребят всем пока субтитры